Засада Броня БТР раскалена, ему недолгая жизнь дана, до первой мины, до первой РПГ А ты не машина, ты человек, видит четырнадцатый век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ А ты не машина, ты человек, видит четырнадцатый век, тебе в лицо сквозь прицел КПВТ Гудит под пулями броня, пытает смерть достать тебя Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел Но сквозь пороховой туман, ты слышишь гром и вой, душман, и землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман, ты слышишь гром и рев, душман, и землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот в уши бьет, над нами боевой вертолет, а ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет Пускай ты летчик, а не бог, больше бога ты сделать смог, спасибо, дружище, за нами не пропадет Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком С тобой за тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится в этой войне, а потому за дружбу второй бокал За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой И даже чёрт с ним за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой И даже чёрт с ним за этот Афганистан Да надо всем поаплодировать просто, без вертолета, ни медицины нет, ничего нет там, и войны нет без вертолета. Ура! 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 Ну вот и песня про вертолетчиков еще. У меня по-братиму был, погиб, Вадим Бурага, правый с восьмерки, старший лейтенант. Эта песня была написана в «Новогоднюю ночь» 82-83 года на боевых листах, все перепились, но я написал только в середине там. Вот, к сожалению, оказалось как бы там некоторые слова, и в том же году он погиб, сгорел живьем при постановке «Мин с воздуха», ну, вместе с КМС. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, А внизу страна Афганистанья разбеглась в квадратиках полей. И не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы до шикан. И кому судьба какая в выпаде, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой, алой высветя, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой, алой высветя, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять земля Афганистанья раздеглась в квадратиках полей. И опять земля Афганистанья раздеглась в квадратиках полей. Его не пускали в Союз, он в полку, в эскадрилье, не пускали его в Союз долго-долго. Он еще в сроке перелетал, потому что он замполитого полка морду набил. Он такой решительный был. Человек, и вы к полетам не допускали, еще куда-то. Не-не-не, блистер, Паша был блистер. Но вот он совершил то, что от него не ожидали. Он вперед нас поехал в отпуск, и на Новый год, ну уже знал, там адреса, приехал на Новый год. Вот и наши жены, пять человек, друзья, там были, получили поздравления от нас, в телеграмму получили поздравительные. Они обалдели, а Пашка молчал, пока не вернулся, он просто сам, ну это вот, понимаете, когда сам не пишешь, письма не идут, а он туда, и ту же телеграмму, под Новый год прям. Потом выпустили. После того, как командируешь, бата морду набил, там, капитально. Причем так, зуб у него такой, он нарывал долго рука у Пашки, что он там летать, когда уже выпустили, он просто не мог просто. Но потом ничем, мы ее мусомазали, все, здоровый был такой сибиряк, значит, все песни об этом. Называют письмо другу вертолетчику из города Файзабадов, город Кундуз, где центр зоны был. Ну а дальше все понятно. Замов моих звали Васи и Юра, по диверсии, по контрразведке. Мы, и был какой-то праздник, по-моему, октябрьский, что ли. Было снег уже, ничего не летало, водка кончилась давно, самогон еще не гнали. Брагу я сам расстрелял, солдат, чтобы не построили себе все из автомата. Они плакали, рыдали, потому что я стрелял. Говорят, не так, командир, стреляешь? Сто-литровая армейская фляга, там браг. Когда я нашел, я сверху это дал там. То есть дырки, три штуки сверху, три, с него донышко, все вытекло нафиг. Он говорит, только стрелял бы горизонтально, говорит, командир, там бы литр двадцать еще осталось. Ничего не было. Ну да, протирать там еще, скажи, там чего не было. Брага. У меня был печальный опыт, они из РК, воды на строй поставили брагу, потом кровью все, все там, не за столом будет сказано, весь туалет вытащил. В общем, ничего не было, ничего. До полка не на чем ехать, бензина там нет, как всегда, не завели в полку. Женщин тоже двенадцать километров, они же в полку. Вот три сидят, там тридцать бойцов, и ему три офицера, значит. И я пишу письмо Пашке. И жду, если он его допустит с полетом, он прилетит и точно привезет водки из Кундуза. Приедет сам, бензин наскребем, на П-3 привезу на виллу, и мы там. А не водка, так спирт всегда там, шасси. Красивое название, против обледенительной жидкости. Здравствуй, Паша, милый друг, мы из Бадакшана, по первых строках письма. Всем вам шлем привет, здесь у нас зима вокруг, мерзнут, аж душеманы. И вот уже две недели вертолетов нет. Даже праздники прошли как-то не по-русски. Ну, чаю выпили ведро и дремать пошли. Но ты представь только себе, целый стол закуски. Но не то, что водки, браги не нашли. К сожалению, снег занес, горы и долины. А то мы сгоняли в Пакистан, взяли в Кишмиша. Но бензин у нас здесь всяк, и стоят машины, и даже на Майдоне нету ни Шиша. Вася снова занемог, не встает с кровати. По ночам в бреду орет, братцы, бросим пить. Да уж, парень, приезжай в гости, бога ради, и спирт привози. Может, хоть с тобою бросит он дуреть. Ну, что о женщинах сказать? Мы их не видали? Их в полку ты знаешь сам, явный недовоз. Не сказать, что мы без них, уж очень мы скучали. Но здесь срепствует болезнь, сперматоксикоз. Паш, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, что в него попал. У кого-то ругом в раз началась гангрена. Но это же радость для всех нас, что ты такой амбал. Пас, скажи, допущен ли снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР. Не отпустит, приезжай, да черстим с вертолетом. Мы тебе подарим здесь новый БТР. Я пока письмо писал, Вась пробудился. Прочитал и стал вопить хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретные, называю лица, Мол, внебрачных связей нету в дыра. Так что строчки про любовь мне пришлось замазать. Ну ты привет там передай, знаешь сам кому. Надоест вот по горам подавшанским лазать, Причем тогда уж сам лично обниму. Юра тоже стал читать, писать. Мол, привет, ребята. Не такое написал, хрен что ли сберешь. В общем, не за нас двоих отдуваться надо. Но он теперь не пьющий человек. Чего с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики. Закругляться надо. Скорый вечер. И в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Фейзабада. До свидания. Идем службу проверять. В новогоднюю ночь, вот когда было написано «Летим на задание», там еще одну написал песню. Правда, дописывать уже пришло. Бумага привез с собой, дописывать здесь. Это вальс. Называется вальс четвертого года войны. Тоже вертолетчиком. И нам. Мы там праздновали этот Новый год вместе с вертолетом. Гиви. Он, что-то его Гиви звали, хотя и Володя Соловьев фамилия была, там, борттехник. Он нарядился в парашют. Приклеил в мочалке борду такую, чулму намотал из того же парашюта. Комульток такой, метр два, шестигранный ствол, там этот древний, 14 века нацепил. На шею повесил новые ботинки, выдали летные только-только. И в такой меня пьяного стал будить. Там инжибьё, там духи. Я на пистолет, пистолет, меня забрали. Посмотрю, кто это такой, чучело стоит. А это Гиви. Потом фотографировали все это, остались фотографии. Ну, и на счастье наше приехала продавщица военторга. Ничего не летает, нас стал звать Людмила. Мастер спорта по лыжам. Но красивее ни на кого не было у нас. И не видели мы никого. Так что пока не устал, мы танцевали до упада. Вот такой вальс в топоя, пока писал на салфетках вальс. На боевых лесках. Не слышно, небеса кружится снег над крышей. Затянут в облаках полночный басвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим. И под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим. И под его мотив уходит старый год. Что было в том году, да дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка. Да новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у леска. И новые друзья, и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у леска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик. Настроил в унисон с аккордами души. И добрый старый вальс среди афганской ночи. И мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи. И мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь вальс над древними горами. Не ведая, не слушая войны, не ведая границ. Мы грезим наяву, любимыми глазами, Пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву, любимыми глазами, Пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, Поняту в звуках фальши, Кончающийся год не зарастет пыльем. Играй, пилот, играй, А то, что будет дальше, А мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука. Полный свет тревог спит городок. Я услышал мелодию Валеса, И сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, И далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного. В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем, Так скажи я хоть слову. Сам не знаю о чем, Не слыша невесом Крошится снег над крышей, Затянут облака Афганский небосвод. Звучит случайный вальс Над модулем притихшим, И под его мотив Приходит Новый год. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ